Когда приехали, ну, все сразу начали дружить. Не обижали их? Не, ну, они нормальные. В смысле нормальные? Ну, не обижаю, там, речь, как-то нормально, не взываются, ничего. А сколько человек в классе у вас новеньких было? Три. Три девочки? Да. А мальчиками уехали? Да, а еще есть, ну, там, Глеб тоже один из Донецка. И был еще один мальчик, Женя, да, только он уже где-то, ну, где-то полгода назад уехал. Ясно. Как-то вас привлекают к каким-то акциям помощи. Ну, вот сегодня вы садили деревья. Это такая хорошая очень тенденция сажать деревья вместе, потом они вырастут. А что-то еще в вашей школе или там в общественных организациях вместе с вами делали? Да, еще делали ангелов из бисера, ну, в зону АТО отсылали. Еще конфеты и в чай посылали в зону АТО. И рисунки, да, и рисунки, письма всякие. Принимаете участие, а как все, в принципе, в Украине, да? Ну, что вы думаете о том, что происходит у нас в стране сейчас, и что бы вам хотелось, чтобы было? Лучше бы умер. Мне тоже. Потому что все дружили. А вы вообще, вот, например, если бы, ну, когда закончится война, если будет такая возможность, вы бы хотели попасть в тот регион, из которых приехали ваши одноклассники? Вам не страшно было бы? Ну, я этим летом буду. Ну, когда стреляют, ну, не так страшно. То есть ты даже наблюдал за военными действиями? На этим летом буду. Твои родители не побоялись поехать туда? Ну, я же, когда мы сюда бабушка провела в гости, и они как раз со мной забрали, наверное, там на два месяца была. Ну, это такой экстрим, конечно. Не, ну, страшно. Хотелось бы, когда закончится война, то в Крым поехать. В Крым поехать? В море поехать. В море поехать. В широком. Хотелось бы, чтобы было, ну, чтобы было доступно, там, моря, чтобы можно было выехать в Черное море.